добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня хочу вам показать свою литуанику посмотрите какая красота это кашпо диаметр кашпо 20 сантиметров и высота 8 сантиметров вот 25 марта я высаживала в это кашпо три небольшие деточки сегодня 30 июня то есть прошло три месяца и посмотрите какие мы выросли а вот уже есть бутончики в общем-то моя литуаника будет зацветать и басынки и бутончики в общем-то все у нас уже есть здесь было бы розеточка ну то есть этот кустик он был бы уже намного пышнее но очень много листиков разъехалась по россии поэтому мы пока еще такие лысенькие но уже с бутонами вот значит полив у литуаники был верхний все эти три месяца и только вот как пару дней я пробую ставить ее на фитиль потому что поливать не успеваю здесь у меня грунт с перлитами с пенопластовыми шариками не чистый торф и на подоконнике вентилятор включенный в общем-то просыхает грунт очень быстро а литуаника она очень любит попить поэтому пробую ставить на фитиль не нашла ничего подходящего вот для фитильной емкости потому что кашпо широкая пока в общем то поставила вот на такую подставочку а сейчас вот грунт немножко пропитался водичкой и я фитильную нить приподняла вот приподняла посмотрю как она себя будет чувствовать вот в общем-то осторожненько так пробую переводить на фитильный полив не хочется загубить вот эту красоту опасно сейчас этот фитиль вот потому что ну как бы жарковато днем здесь у меня на подоконнике притяни но все вентилятор в этой комнате работает но все равно в общем то если чуть-чуть не уследил температура на подоконнике прям резко поднимается 28 я уже наверное ну как дня 23 после обеденное время когда самое солнышко у нас поднимается ставлю сюда три бутылки на этот подоконник замороженной водички вот и таким образом защищаю свои фиалочки от жары вот такая у меня литуаника вообще не не знаю много очень мифа входит про литуанику что она капризная плохо растет не хочет цвести у меня проблем с литуаникой нет никогда хоть в одну розеточку всегда цветет хоть в 2 хоть в 3 в общем то у нас с ней лады вот так это у меня тут трейлер очик pixie blue после пересадочки я ему поснимала лишние пасынки сколько много бутончиков заложил здесь сироп с ванила trail я посадила три в одно кашпо попробую вырастить также на этом подоконнике хочу вам еще показать sense big bells посмотрите какие красивые колокольчики вот я днем как-то пыталась его сфотографировать эту фиалочку как-то у меня не передавался правильный цвет колокольчика в общем то не получалось сфотографировать а вот сейчас вот ведь вечером делаю съемку и в общем то получается передать вот точь-в-точь эти колокольчики сэнкс big bells long листва вот такая вот удлиненная это уже я не знаю какая волна цветение наверное уже 4 или 5 вот но нравится мне этот сорт такие колокольчики крупные они долго держатся свежими в общем то в общем то интересный такой сортик так ну еще раз я тут уже прошлась покажу вам очаровательные глазки сейчас у меня цветут очаровательные глазки селекционер неизвестен предположительно это сорт бориса макунии который когда-то он отбраковал из-за мозаичной пестролистности у меня после переукоренения мозаичная пестролистность как-то немножечко подпропала но сейчас смотрю что на новых листиках вроде как чё-то появляется сорт цветет вот такими интересными цветочками такими нежненькими кими действительно вот ассоциация очаровательные глазки голубые с белым все блестит все переливается полтора месяца цветения и вот только один цветочек подпортился это ли фуксиевая балерина я эту фиолочку уже продала мы ждем когда спадет жара и будем собираться в дорогу здесь у меня цветет две розеточки в одном кашпо сюрприз партия вот одна розеточка начинает зацветать вот такими голубыми цветочками вообще очень интересно а потом эти голубые цветочки превращаются вот в такие то есть сначала как бы спорт расцветает а потом этот спортик как-то появляются фантазюшки и цветы вот становятся вот такие но единственное что здесь больше синего цвета по сорту все таки такой фиолетовый цвет на цветах присутствует вот я в это кашпо не помню какой тут диаметр и наверное я не посмотрю так сейчас попробую так нет не посмотрю я диаметр горшочка потому что он там в поддончике ну здесь наверное 18 сантиметров а глубина наверное сантиметров 9 я в это кашпо высаживала три розеточки но так как это кустовой трейлер это не ампельный трейлер он все-таки растет кустиком и в общем-то розетки стали подрастать и начали друг другу помешать конкурировать за место я одну розеточку отсаживала а 2 оставила но все равно вот им тесно в общем то вот этот сортик я бы не рекомендовала выращивать в 2 в 3 розетки в одном кашпо ему нужно все таки давать один горшочек на одну фиалочку вот и начали мы там пасынковаться вот пасынки я постоянно убираю потому что просят на заказы так здесь у меня вот такая красота это трейлер ропс мере винни вот я его пересадила и он снова у меня собирается цвести здесь на одном корню вернее вот сколько розеточки не знаю тут 5 или 6 это все на одном корне зацветает и такой пышный пышный кустик получается так это у меня глоксиния долго что-то не хочет распускаться вот и только сейчас полила немножечко может быть под залила сейчас нужно будет смотреть я недавно пересадила в такой горшок это горшок по моему 13 или 12 сантиметров диаметр не знаю может многовато до этого сидела в десятке и корни прямо плели эту десятку хорошо поэтому я решила побольше дать горшочек вот укоренила верхушки с вот этой глоксинии вот название сорта уже потеряла но расцветет подпишу обязательно какой-то сорт жду-жду красоту так что у меня здесь здесь ян минуэт смотрите выпустил бутончики я наверное вот эту розеточку тоже продам предложу у меня там дубль есть у которого розетка руки вверх вот две розетки было ян минуэт 1 росла вот так хорошо компактненько другой розеточки видимо на каком-то этапе света было недостаточно и она в общем-то потянула листики вверх здесь у меня новинка ли розовое золото и только недавно пересадила этот сорт любит очень много освещения вот потому что тоже так вот будут расти лапки вверх это две розеточки вологодский лен тоже я это тоже трейлер химерный я его выращивала на одном корню росло у меня три ветки вот но потом я решила их разделить и перерастить заново в общем то что-то мне не понравилось ну это вот на стеллаже у меня тут тут ну здесь мало чего цветет потому что много вообще цветущих я продала фиалочек чистила коллекцию в общем то некоторые сорта убирала в пользу новых сортов вот все здесь поливается у меня практически все на верхнем поливе либо в поддон все фиалочки чистом практически все в чистом торфе посмотрите какая корневая система замечательную все шикарные корни и шикарные розетки вот это ег жилище бога это сорт новой моей коллекции поэтому вот жду посмотрю пестролистник как он себя проявит и буду потом уже решать оставаться ему или нет здесь у меня ну это еще вот не в чистом торфе отцветет пересажив чистый торф набрала бутончики скоро зацветет пт царская особо алле злато скифов вот еще пока что корни не оплели вот этот стаканчик поэтому до цветения еще далековато это мой или хрустальный водопад gold уже писала я на своей страничке все время смотрю и думаю что ему плохо вот посмотрите какой он беленький да вот но цветет и в принципе чувствует себя замечательно просто этот сорт не растет быстро у меня на выращивание этого сорта как ампельного трейлера уходит около двух лет вот розеточка после омоложения ли владимир да тут всего лишь один цветочек но посмотрите какая шикарная розетка листики все блестят в общем-то красоточки это моя ле лейла это тоже из новых сортов тоже уже мы с бутончиками недавно пересадили и тут сейчас самое главное не залить вот пересадила с горшочка пятерочку и пятерочки в семерку вот чистый торф это из моих тоже новых сортов и лайф моя любовь пестролистность только начинает проявляться тоже только недавно с пятерки 25 06 делала перевалочку горшочек не знаю это по моему шестерка у меня или семерка горшок ли полина виардо достала ее из-под пакетика тоже переукореняшка чистом торфе чувствует себя замечательно так еще вам хочу показать свою мармеладку вот она смотрите тоже уже скоро бутончики зацветут это сорт сорт такой который долго раскрывает цветы цветы набитые такие розочки вот красота красоточка такие корешки уже вот начали спускаться до через дренажное отверстие поэтому буду пробовать ставить на фитиля так вот там вот у меня ds волшебный бутон цветет здесь фитолампа поэтому цветопередача конечно абы какая rm соломея вот только начинает раскрывать бутончики свои так spring rose вот там у цветет это после переукоренения р.м. хрустальный водопад ой перезвон на стеллаже цветение цветочки бледненькие но розеточка шикарная и вот такие корешки смотрите обалдеть просто полив с поддона немножко наливаю водички сюда и где-то через день в моих условиях поливаю иногда полив чередую то есть не с поддона поливаю а вот по краешку горшочка вот мне нравится мои фиалочки в чистом торфе чтобы вам еще такой а вот смотрите так это у меня достану чтобы не завалить rs изумрудный берег в том году вообще шикарно целом не это фиалочка потом ее переукоренила и очень долго мы болели то есть все на мне нравилось постоянно она у меня норовила пропасть всю зиму потом ее уже разозлилась переукоренила вот не подписывала число а подписывала 20 нет это 11 где-то ну я не знаю весной может быть в марте я ее переукореняла сейчас конец июня вот переукоренила в чистый торф и мы пошли расти смотрите блестит вся и вот такие корешки тоже уже можно потихонечку пробовать ставить на фитиль а так как этот сорт такой тугодумненький то бутончика я там еще не вижу но постараюсь сделать вставочку вот кто не знает сорт сейчас кстати нужно немножко полить мне тут полить мне тут нужно все так ну и здесь на полке у меня у меня тут тоже а вот розеточка ян минуэтт вот откат о которой я вам рассказывала лапы вверх тянем ничего тут у меня в основном детки листики это вот мои трейлера некоторые тут на продажу стоят подрастают вот это ле хрустальный водопад gold вот две штучки две детки еще немножко подрастут и в общем то можно будет разъезжаться так ну и это вот тоже детки тут в основном детки листики может где-то укорененные это отсюда здесь что-то моё что-то достаю на продажу ну в общем то не так много у меня на продажу уже чего осталось вот покажу сейчас чанталана часто спрашивают вот еще чуть-чуть подрастет тут смотрите и буду предлагать здесь вот три листика с множеством деток так где-то еще а вот два листика со множеством деток общем то вот это все буду предлагать это сорт пойти тиблерной цела у меня когда-то было был у меня когда-то этот сорт потом я случайно этот сорт потеряла с коллекции и вот сейчас остановила тоже вот один листик с детками оставлю себе а по-моему два буду в общем то предлагать вот детки р.м. соломия подрастают вот в принципе тоже уже можно потихонечку их выставлять на продажу наконец-то я перешла еще на один подоконник здесь у меня бегуней смотрите какие классные смотрите какие у нас крышки вот скоро с этой девятки нужно будет пересаживаться вот бегуней у меня осталось мало тоже кое-что попродавала федор еще вот у меня есть 2 которые можно продать но остальные это уже все мои вот я их тоже недавно буквально вот на днях перевалила горшочки побольше вот тоже была замечательная корневая система и вот наблюдаю теперь чтоб они у меня после пересадки не загнулись а это трейл и лонг в одну розеточку смотрите набирает бутончики ну вот эти я в принципе у меня их давал буду предлагать так это моя ds флирт бегония смотрите какая шикарная нужно так что у меня тут камеру наверное чуть-чуть света так сделаем в общем то вот такая красота это мой тоже кустик вот я тоже недавно вот в такую эту перевалила побольше горшочка чем-то наблюдаю так а это вот побольше куст федор бегонии тоже только на днях перевалила в больший горшочек надеюсь они меня не подведут ну пока у меня с ними таких каких-то особых проблем нет так и покажу вам что у меня растет на другом еще на одном подоконнике здесь у меня цветет як любимый сын обожаю эту фиалочку уже нам нужно переукореняться потому что это уже я ее заглубляла она там уже лысенькая было это вот у меня тоже спрашивали ленинградское мороженое сейчас зацветет проверю по сорту или нет и буду предлагать так это с моих новинок это ли розовое золото это спорта в общем-то безымяжка стриптокарпус 1 безымяжка стриптокарпус 2 и безымяжка 3 это которой я еще не пристроила и вот это мои это ds 1449 тоже нужно полить молоденькие кустики вот у меня их так у них два осталось все это уже мои эти я уже не не продаю вот еще вот одна федор бегония вот в общем-то 2 у меня в излишках так а это у меня сорт ой я все время забывают дым кутюрье кажется дым кутюрье цветет здесь чем-то стриптокарпусов у меня маловато дым черный лебедь переращиваю путин переращиваю вот солнечный лучик отцвел в общем то переращиваю потому что полезла пересаживать и что-то пошло не так вот еще один трейл и лонг посмотрите какой пышный пышный кустик так ну вот собственно хотела показать вам одним трейлера и что-то прямо разошлась вот и решила показать все кому понравилось видео ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях вообще пишите что у вас сейчас цветет какие сорта вам нравятся стриптокарпусы бегонии фиалки в общем-то глаксинии все это я люблю на этом всем всего доброго до свидания